В Кирове осудили бывшего члена преступной группировки из 90-х Игоря Конышева. Ему якобы не на что было отмечать Новый год, и для этого он взял все самое необходимое. Медицинскую маску, чтобы не запомнили, и ножи для устрашения. И отправился грабить офисы микрофинансов. В итоге криминальным путем он заработал более 120 тысяч рублей и все-таки достойно встретил праздник. Ну а 4 января его задержали оперативники. Михаил Вагин о том, какое наказание вынесли нападавшему. Разбойник в темной куртке и белой маске был немногословен. Достал нож и постоянно приговаривал «давай быстро деньги». Девушка-менеджер сопротивляться не стала и отдала сначала все, что было в кассе, а затем и в сейфе. В итоге 22 декабря разбойник в маске похитил 54 тысяч рублей. Спустя 8 дней перед Новым годом, 30 декабря, он вновь заглянул в тот же самый офис и унес 68 тысяч. Новый год у Игоря прошел просто шикарно. На своей странице в социальной сети он поздравил всех своих подписчиков и пожелал позитивных эмоций. Впрочем, пока Игорь наслаждался праздником, оперативники МВД изучали записи с камер видеонаблюдения и поняли, что злоумышленник совершил не два разбоя, а три. Полицейские пришли к выводу, что к совершению преступлений причастен один и тот же человек. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена. Им оказался ранее судимый Кировчанин 1971 года рождения. 4 января его задержали сотрудники уголовного розыска. Как выяснилось, первый разбой ранее судимый Игорь Конышев совершил 20 декабря в офисе микрозаймов на Октябрьском проспекте. Там он похитил 2500 рублей. В итоге Игоря арестовали. За серию разбоев суд приговорил его к шести годам в колонии строгого режима. Суд учел опасный рецидив. До этих разбоев Конышев отсидел в тюрьме 20 лет за серию тяжких преступлений, в том числе за убийство. Его посадили в далеком 1999 году как члена преступной группировки, которая существовала параллельно вместе с Прокоповскими. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия.